Ты-рын, 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 ты- ППшники и ППшницы. Сегодня у нас обалденная, вкусная шаурма. Можно сказать, самая дорогая у нас в городе. Я обожаю эту шаурму. Она не сравнится ни с чем. Не знаю, почему у них так дорого. Наверное, потому что продукты свежие и так далее. И дальше там же я взяла такой вот соус, хотела сказать, салат винегрет. Его тоже будем кушать. Айран денег не хватило. Картошку фрисами смастерили, так скажем. Ну, в общем, не суть. Самое главное, что шаурма очень тяжелая. И вы точно наедите. Здесь есть сырный соус. Нет, чесночный соус. У меня вообще крыша сегодня поехала. Чесночный соус. Настолько вкусный. Такой чесночный соус я нигде не ела. В общем. Это такой интересный лаваш. Такой толстый он. И здесь не молоко. Многие почему-то думают, что я всегда шаурму с молоком сочетаю. Это кефир, который у нас называется айран. Его немножко смешивают с водой. И добавляют совсем чуть-чуть соли. Гляньте, какая большая и вкусная. Я вот одной такой шаурмой наедаюсь. Я вас предупреждаю. Ближайшие два дня. Хотя не знаю, когда я выложу это видео. В общем, в субботу и в воскресенье. Скорее всего, видео не будет. Потому что я еду в деревню. Не в ту самую деревню, где до моей бабушки. Я с двоюродным братом еду в деревню его жены. Оттуда обязательно сниму для вас блог. Мама меня всегда жутко ругает. Она говорит, что Айка, твоя проблема в том, что ты не можешь снять и оставить материал. Но не могу я. Вот сняла я сегодня, например, четыре видео. Мне надо сразу опубликовать. Прям для меня каторга. Если какое-то видео у меня на компьютере не смонтировано и не выложено. Я сразу думаю, блин, вот выложу. Столько комментариев будет хороших. Столько просмотров. А потом, например, один день у меня вообще на канале видео не было. А то до этого три видео в день. Мама всегда ругает. Говорит, распредели свои видео так. Чтобы был какой-то режим. Чтобы зритель конкретно знал, что сегодня, например, каждый день на канале выходит по два видео. Мама говорит, говорит, я все равно делаю так, как я считаю правильным. Не то, что правильным. Я просто по-другому не могу. Соус. Здесь картошка фри. Немного совсем. Очень много мяса. Огурчик соленый. И самое главное, майонез. И чесночный соус. И давайте поотвечаем на вопросы. Я тут уже подготовила. Интересный вопрос задает Ксюша Фри. Ксюша, тебе огромный привет. Привет, Айка. Очень часто смотрю твои мукбанки. Спасибо огромное. Мне очень приятно. Было бы интересно послушать на тему мистики. Есть у тебя или был какой-то оберег, который тебя всегда выручал? Ну, как сказать, знаете, раньше я верила во все это. У меня было кольцо золотое. Мне его подарили. Возможно, я просто внушила себе, что это кольцо мне как-то помогает. Скорее, да. Просто внушила себе. Например, был урок, к которому я не готова. Я просто надевала это кольцо. И все, меня в этот день не спрашивали. Или, например, шла на экзамен. Я сначала это не замечала, а потом один раз я это кольцо забыла дома. В общем, я когда купалась, постоянно снимала. Я забыла это кольцо дома. У меня был экзамен. Мне попался не тот билет. Прикиньте. То есть из 60 билетов, из 60 вопросов я выучила, ну, где-то, наверное, 50. И мне как раз-таки попались 5 вопросов из тех, которые я не учила. Такое понятие, как пересдать, у нас в универе раньше не было. Это, кстати, было очень тупо. Потому что разные ситуации бывают в жизни. Например, одна девочка у нас у нас был экзамен, и она застряла в лифте. Поэтому не смогла вовремя приехать. Ей сказали, а все уже, все, экзамен закончен. Ваши проблемы. Это было очень жестоко. То есть, что бы у тебя ни случилось, ты должен быть на экзамене. Если тебя не было на экзамене, все, у тебя срез, получается, ты должен платить около 200 долларов, потом еще сидеть полгода с этим предметом. На курс ниже тебя, например. Ты учишься на четвертом курсе, ты сидишь с третьим курсом. Хотя, возможно, ты все это знаешь. Просто застрял в лифте. Хрен докажешь. Когда мы уже универ заканчивали, уже на последнем курсе, появилась вторая попытка. То есть, любой предмет ты мог сдать со второй попытки. У меня был настолько мандраж. И, в общем, это кольцо каждый раз меня выручало, но я так думала. я просто прежде всего учила, а не как некоторые, знаете, ни о том вопросу я даже не открывала, просто взяла амулет. Понадобится. Единственное, у нас была одна девочка очень добрая. Она всем всегда на экзамене помогала. И она думала, что все эти люди, которым она помогает, они как бы дружат с ней. На самом деле, это было в корне не так. Они просто ею пользовались. Но она слишком поздно об этом узнала. Поэтому тех, кто не дает списывать, я, с одной стороны, понимаю. Меня однажды выгнали с экзамена, который я бы могла написать на 5, просто из-за того, что один мальчик у меня списывал. А я ему позволяла это делать. Так что ситуации бывают разными. Потом мне пришлось продать это кольцо. Мне очень нужны были деньги. И я как бы продала его. Как вы знаете, золото имеет обалденную ликвидность. В любой момент ты можешь продать. Вот поэтому пришлось продать. Но я себя ловлю на мысли, что это все фигня. Потому что это просто само внушение и все. Ничего более. хотя однажды была достаточно мистическая история со мной. Если бы мне кто-то рассказал ее, я бы не поверила. Но так как я была конкретно в этой ситуации, я вам рассказывала, что каждое лето мы с бабушкой ехали в деревню, потому что это ее дом. Она любит свежий воздух, не знаю, гулять по своему огороду, что-то делать. Все-таки человек всю жизнь в деревне прожил. она всегда говорит, я в городе, здесь как в тюрьме. Вот поэтому каждое лето мы ехали к ней в деревню. И однажды была ситуация, у нас были куры. Штук 5-6. И вдруг мы замечаем, что ни одной курицы нет. И бабушка начала их свать туда-сюда. Перерыли весь огород. Нигде нет этих куриц. Когда мы искали куриц, в огороде на деревьях хурмы, а хурма это как бы священное дерево, даже вот люди держат вот этот вот пост, этот пост всегда открывают хурмой. Ну, в общем, на дереве хурмы была такая черная тряпочка, и на ней мелом были написаны какие-то вещи непонятные на арабском. я показала бабушке, мы развязали, взяли, сожгли эту тряпочку. пошло где-то полчаса, все куры откуда-то появились. Это реальная история, которая произошла у меня на глазах, я не могу в это не верить, потому что я в этом была, я участвовала. если бы мы просто увидели по эту тряпочку, ладно, еще, как куры могли исчезнуть, может совпадение, я не знаю, честно, что сказать, но конкретно эта ситуация в моей жизни была, и после этого я начала верить во все это. Но сейчас я поняла, фигня это все. здесь просто хлебушек остался. После этой ситуации мы с бабушкой начали ходить по всяким гадалкам и так далее, я всегда с бабушкой ругалась на эту тему, я говорю, вот идем мы к экстрасенсу, к примеру, да, не говори, зачем мы пришли, посмотрим, она что-то расскажет про нас. Первый раз пошли, экстрасенс такая говорит, типа, а зачем вы ко мне пришли? И бабушка такая, вот такая ситуация была, куры пропали, там на дереве была черная тряпочка с надписями. И что говорит ясновидящая такой вот классный винегрет. Ну, в общем, после того, как ты уже экстрасенсу все выложил, как можно проверить его способности? Моей бабушке это не объяснишь. потом один раз уж кое-как договорились мы с бабушкой, я говорю, не говори, пришли. И она такая говорит, вы пришли ко мне за каким-то вопросом. И такая бабушка сразу, сразу видно настоящее ясновидящее. Сразу поняла, что мы с вопросом пришли. Еще бы. Кто без вопроса ходит-то по таким местам? Бред. Мы все искали разгадку. Вы знаете, каждый сеанс стоит немалых денег. Кому мы не ходили бы, я нигде не видела человека с какими-то любыми способностями. хормистами. Это 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 хорошие психологи. смотрят на твою реакцию, делают выводы, задают наводящие вопросы и все, потом говорят свой вердикт. На этом все, мои хорошие. Я надеюсь, что мне удалось ответить на ваш вопрос. Если в вашей жизни была мистика, то обязательно пишите в комментариях. Пока!